Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши и Кшара. Сегодня в программе. Субтитры делал DimaTorzok В Гагарском районе с 2020 года работает программа по замене кровли на различных объектах социальной инфраструктуры. 31 год прошел со дня начала мартовской наступательной операции в Отечественной войне народа Абхазии. 15 марта 1993 года на Абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки при поддержке с воздуха и с моря, прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев с 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. Как считают военные историки, операция по освобождению столицы от врага оказалась неудачной, так как у молодой абхазской армии к тому времени еще не было достаточного опыта ведения боевых действий. В мартовских боях погибли 222 бойца абхазской армии. Несколько сотен человек получили ранения, а 23 человека пропали без вести. В память о погибших в мартовской наступательной операции в Сухуме прошла церемония возложения цветов к мемориалу славы. В церемонии приняли участие президент Аслан Джанни, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Бессалом Кварча, секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба, ветераны войны, добровольцы, депутаты парламента, члены правительства, представители общественных и политических организаций. В селе Нижняя Эшера состоялась церемония возложения цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзенба, в которой приняли участие организаторы мероприятия. Госкомитет по делам молодежи и спорту, сотрудники Музея боевой славы, а также представители молодежных организаций и общественность. Затем участники прошли тропой героев и возложили цветы к памятникам погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Штурмовой роты, ветерок, добровольцы войск Бардино-Балкарии, бойцов Сухумского батальона. Завершилась акция возложением цветов к памятным плитам у верхнего гумистинского моста. Обо всем подробно в репортаже Рады Чачава. Памятные мероприятия, посвященные началу мартовской операции, начались в селе Нижняя Ишера. Именно туда, к гумисте, где когда-то сражались за свободу абхазские бойцы, отправились делегации Государственного комитета по делам молодежи и спорту и Музея боевой славы. Акция памяти началась в возложении цветов к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзенба. Затем участники прошли тропой героев и возложили цветы к памятникам погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, штурмовой роты «Ветерок», добровольцев из Кабардино-Балкарии и бойцов Сухумского батальона. Завершилась акция возложением цветов к памятным плитам у верхнего гумистинского моста. Мероприятие продолжилось в Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба, где была представлена обширная фотовыставка из архива фотографа Виталия Кецба. С черно-белых фото 30-летней давности на всех присутствующих взирали совсем молодые ребята, отдавшие жизни за свободу и независимость нашей Родины. Им же, павшим героем, был посвящен фильм «Мы за гумистой» по мотивам книги героя Абхазии Автандила Гарцкие. Мартовская операция стала настоящей трагедией для абхазского народа, переживать которую было тяжело и больно. Вражеская сторона отказывалась отдавать тела погибших, намеренно внося раскол меж семьями павших и руководством страны и армии. Но матери солдат, пожертвовавших жизнями ради родной земли, проявили в ту пору истинную стойкость. 200 человек. Тогда это было такое потрясение для многих, потому что каждое выступление бойцы связывали с окончательной победой. Но, как говорил наш главнокомандующий Владислав Варзенба, победы не бывает без каких-то неудачных наступлений. Не выдавались тела, вы знаете. Грузинское командование делало все для того, чтобы внутри сделать такое сильное противостояние власти и народа, и особенно семей погибших, чьи останки были уже на другой стороне гумисты. Именно матери погибших, именно семьи погибших 26 марта там в Доме культуры в Гудаутах, это тоже героизм народа, наверное. Они сказали, что сейчас самое главное освободить нашу родину, а потом уже, естественно, они лежат на нашей земле. И воздать им должное, как это полагается по обычаю, по-абхазски, по-человечески, по-христиански. Поддержание и увековечивание памяти о ветеранах и их подвиге невероятно важно в формировании современного абхазского государства, развитие и процветание которого было бы невозможно без героизма тысяч воинов, храбро защищавших будущее псны, порой и ценой своих жизней. Как рассказала герой Абхазии, директор музея боевой славы Мзия Бея, главной целью мероприятия является именно увековечивание памяти о героях. Мы прошли тяжелый путь, и эта история должна сохраниться. Но если носителей не будет, которые будут это знать, нам будет тяжело сохранить свою историю. Для этого мы передаем молодому поколению свои знания, чтобы чтили память матерей, воспитавших героев-сыновей, чтили память ветеранов, чьими усилиями, чьей кровью и потом достигнута эта победа. На мероприятии, организованном Музеем боевой славы и Госкомитетом по делам молодежи и спорту, председатель комитета Тараш Хакба отметил, что необходимо чтить и беречь память о павших, передавая ее молодым поколениям, воспитывать в юных сердцах чувство патриотизма и уважения к героическому прошлому многострадальной Родины. Мы не должны забывать вклад ветеранов, которые сегодня с нами рядом. Они сделали все, чтобы мы сегодня жили в свободной стране, чтобы мы сегодня строили государство. Мы все прекрасно знаем, как наш многонастный народ определенное время проходил долгий тернистый путь. Пришло время идти дальше молодым вам, нам, также с гордо поднятой головой. Перед залом, заполненным молодыми людьми, выступили ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Они не только рассказали о страшных днях кровопролитных сражений, но и напутствовали собравшихся на свершение во благо Родины в мирное время, подаренное абхазскими бойцами. Молодые люди с интересом задавали вопросы и участвовали в дискуссии. Героизм бесстрашных солдат абхазской армии никогда не будет забыт. Об этом ярче всего свидетельствует неукротимый интерес и настоящий патриотизм совсем юного, подрастающего поколения. Мы, дети, молодежь Абхазии, должны помнить подвиги наших отцов и дедов. Они ценами своих жизней защищали нашу страну, принесли нам победу. Спасибо им, вечная слава. Пусть процветает наша Абхазия. В завершении мероприятия в память о павших участники зажгли свечи у аллеи героев в парке славы. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Память о защитниках Отечества жива и увековечна в песнях, стихах. Их имена носят школы и классы. Имя добровольца кавалера Ордена Леона Валерия Берхамова носит один из классов средней школы села Акваски. В день его гибели учащиеся приехали на Гумистинский мост, чтобы почтить память героя и его товарищей. Репортаж Гугу Цивардания. В марте 93-го воды реки Гумиста окрасились в красный цвет. Мартовское наступление вошло в историю Отечественной войны народа Абхазии как одну из самых кровопролитных. Многим из тех, кто в ту ночь шел в бой, не было и 18 лет. Добровольцу из города Баксан Кабардино-Балкарской республики Валерию Берхамову было всего 15 лет, когда он отправился воевать в Абхазию. Документы, в которых записывались данные о бойцах, собиравшихся переходить в ту ночь к Гумисту, сохранились. Кавалер Гордина Леона Рауля Мичба тогда был начальником штаба батальона «Щаратын», в котором воевал юный Валерий. Ветеран вспоминает, как записывал краткую биографию юного бойца. Берхамов Валерий Мусабиевич, кабардинец, 72-го года рождения. Образование высшее, стрелок, мастер спорта по вольной борьбе, холост. То, что Валерий Берхамов был не 1972-го, а 77-го года рождения, выяснилось уже после войны. В преддверии мартовского наступления Рауля Мичба к себе вызвал начальник генштаба султан Сосналиев и спросил, знает ли он всех своих подопечных, и есть ли среди них доброволец Валерий Берхамов. Но не запомнить юношу было невозможно. Он всегда был душой компании. Валерий Мусабиевич, кабардинец, 72-го года рождения. Приказ был выполнен. Берхамова отправили на родину. Но перед самым мартовским наступлением стало известно, что доброволец вновь вернулся в батальон. Удержать его было невозможно. Юноша рвался в бой и поднимал боевой дух однополчанам. Валерий, отстреливаясь, пытался вытащить тела погибших и раненых, но вражеская пуля попала ему в голову. Вместе с Валерием в тот же день погибли Руслан Шинкба, Джамал Заранди, Аслан Ашгириев, Руден Хатхуа и другие бойцы. Память о защитниках Отечества жива и увековечена в песнях, в стихах. Их имена носят школы и классы. Имя кавалера Ордена Леона Валерия Берхамова носит один из классов средней школы села Акваския. Он был совсем молодым добровольцем. Было всего 16 лет. И он со всеми остальными добровольцами прибыл к нам в Абхазию, чтобы вместе с нашими отцами и дедами защищать нашу страну. В 31-ю годовщину мартовского наступления почтить память героев пришли ветераны Отечественной войны. Матери погибших, героев, школьники. Всегда помним подвиг тех, кто пришел защищать Абхазию через горные перевалы добровольцев, отмечает ветеран войны Джумбер Бебия. Активная работа по увековечению памяти абхазских добровольцев в республике ведется с 2014 года. Это был первый раз в 2014 году. И с тех пор по два, по три мраморных плит с изображением абхазских добровольцев не установлены. И ряд мероприятий на территории Абхазии мы проводим. И за ее пределами тоже. Сейчас мы видели Акваскинскую школу. Это дети. Класс, имя кавалера ордена Ивана Берхамова носит. И тут же появился Мюзарин Гучев. Тоже мальчик, насколько мне сейчас известно. Класс название его именем с участием главы администрации городов и районов республики Кабардино-Балкарии. Тоже ряд мероприятий провели. Особо хочется отметить, вы знаете, благородовательный фонд «Помним» В главе генерала Гербая, нашего депутата Народного собрания парламента республики Абхазии, проводится очень много мероприятий. Устанавливаются мраморные плиты и так далее. Помянем тех, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Эти строки из песни, рожденной войной. А души тех, кто не смог вернуться из мартовского наступления, навсегда остались здесь. Таять над горами, и память о них жива. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ К другим новостям. Аслам Жаня принял участие в досрочном голосовании на выборах президента России. Голосование прошло в российском посольстве в Сухуме. Вслед за президентом проголосовали вице-президент Баадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, секретарь совбеза Сергей Шамба, руководитель администрации президента Бессалом Кварче. Избирательные участки откроются в воскресенье 17 марта в 8 часов утра во всех районах республики. На территории нашей страны будут открыты 30 избирательных участков. После голосования глава государства ответил на вопросы журналистов. Сегодня проходят выборы президента Российской Федерации. Россия – это братская страна, это стратегический партнер. Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с каждым разом наполнялись большим содержанием. В этот очень важный исторический момент, в этот момент, когда идет война. Это специальная военная операция, если говорить другими словами, это настоящая война. Против России ополчились прежде всего наши недруги, те, кто нас не признает и не намерен признать. Победа будет за Россией, победа будет за нами. Я в этом не сомневаюсь. И поэтому я уверен в своем правильном выборе, который я сегодня только что реализовал здесь, на избирательном участке. В Москве состоялась встреча делегации парламента Абхазии с председателем Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимиром Булавиным и его заместителем Сергеем Мартыновым. Участники встречи обсудили вопросы обеспечения укрепления безопасности Республики Абхазия, а также план работы в рамках дальнейшего межпарламентского сотрудничества. Приседатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан и член ЦИК Аляс Бранция принимают участие в программе наблюдения за подготовкой и проведением выборов президента России в качестве международных наблюдателей. Они также примут участие в научно-практической конференции «Электоральный суверенитет» и «Международные стандарты». Приказ министра просвещения о сдаче письменного экзамена по математике отменен, как сообщает пресс-служба правительства после консультации со специалистами в сфере общего и высшего образования. С учетом мнения, изложенного в обращении к премьер-министру, которое подписали более 150 педагогов математики, Александр Анкваб издал распоряжение об отмене приказа министра просвещения о проведении письменного экзамена по алгебре и геометрии в 9 классе и алгебре начала анализа геометрии в 11 классе. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзенба с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым. Обсуждался вопрос поддержки детей погибших участников СВО, в частности их поступления в ведущие вузы и прохождение стажировок в России. Стороны договорились в ближайшее время провести их встречу. Тропа к познанию истории лежит через изучение архивных документов. Архивы нашей страны, пусть и небольшая, но очень важная часть мирового документного наследия человечества. Госархиву Абхазии в этом году исполняется 95 лет. Об истории сегодняшнем дне Государственного архивного управления республики, о буднях и проблемах сотрудников. В репортаже Алики Трапш. Судьба Абхазской архивной службы уникальна и драматична. Центральный государственный архив Абхазской АССР был создан в 1929 году. За многие годы функционирования специалисты смогли собрать и систематизировать значительное количество ценных документов касательно территории, не ограниченной пределами современного Абхазского государства. Материал, хранившийся в здании Абхазского архива, и сегодня не теряя своей значимости с исторической точки зрения. Во время Отечественной войны народа Абхазии грузинские гвардейцы дотла сожгли Абхазский государственный архив и Абхазский институт гуманитарных исследований, перечеркнув в одно мгновение многолетний труд историков. В пепел были превращены ценнейшие материалы, связанные с тысячелетней историей Абхазского народа. Потеряны навсегда миллионы страниц уникальных, не имеющих дубликатов историко-информационных документов, относящихся к 1810-1980 годам. Эти документы охватывали все стороны жизни Абхазии. В архиве были сосредоточены уникальные материалы, касающиеся не только Абхазии, но и Северного Кавказа, самой Грузии, России, Турции. Геноцид науки. Именно так и никак иначе не назвать события, произошедшие 22 октября 1992 года. До войны было огромное количество, более 136 тысяч фондов, единиц хранения. Было много очень фондов личного происхождения, которые владеетели князей Абхазии, личные фонды Инеста Ралакоба, Ефрема, Ешба. К сожалению, это все безвозвратно сгорело. До Отечественной войны народа Абхазии особо ценные документы хранились не только на бумажных носителях. Создавались микрофильмы и фотокопии, которые хранились на пленках, нетронутых огнем в зданиях рядом с архивом. Но мы очень долгое время не могли расшифровать, прочитать эти пленки, потому что, во-первых, не было соответствующего оборудования, как вы сами понимаете. Не было специалистов, реставраторов, которые бы этими занимались. Но мы знали, что мы их не трогали, потому что их трогать тоже нельзя, там чистить, потому что они могут испортиться, рассыпаться. Многие из них со временем тоже начали портиться. И спустя вот уже какое-то время в рамках женевских дискуссий, тогда был Вячеслав Черикба, министр иностранных дел, и он этот вопрос поставил. Вот сожгли архив, давайте, помогите восстановить и так далее. И добились тогда того, чтобы приехали специалисты из Чехии. В Чехии одни из лучших реставраторов, и они нам помогли очень сильно в этом плане. Обучили наших, мы взяли студентов с Абхазского университета, отправили их на обучение, они их обучали, и очень они в этом помогли. Работникам госархива удалось расшифровать материалы, хранимые на пленках, а уже затем их отсканировать. Восстановленные фотоленты хранятся в специальных коробках и в отдельной комнате, где поддерживается необходимый температурный режим. В настоящее время около полутора тысяч единиц хранения уже отреставрировано. Сегодня государственный архив располагается в реконструированном здании бывшего педагогического института Абхазии. В нем до 50 тысяч единиц хранения по социальному и историческому направлению. Кроме того, в архивном управлении республики хранятся ценные бумаги, которым более ста лет. В основном это книги, которые велись в приходах Абхазии. На сегодняшний день хранятся документы самые древние, это второй половины конца 19 века. Это в основном метрические книги, которые велись в церквях, где записи населения и так далее. Если человек хочет восстановить свою родословную, ну и так далее, вот эти вот метрические книги. Это вот у нас на сегодняшний день наиболее, наверное, древние документы из тех, кто образовывались на территории Абхазии. По словам начальника государственного архивного управления Романа Гвинджи, есть необходимость усиления системы защиты архивов. В здании предусмотрена порошковая система пожаротушения, но срок ее эксплуатации истек, и необходима замена. Можете, проводка сгореть, всякое может быть. Вначале накрывается вот этим порошком, а потом уже вода, порошок, чтобы сохранил. Но это тоже уже появились более современные газом. Порошок это тоже, понимаете, сохраняет, но потом вот эта очистка и это, она занимает, во-первых, очень долгое время. И, во-вторых, не все сохраняется все равно. А вот газовая система, она лучше. Мы вот уже в следующем году, наверное, хотим обратиться в правительство, чтобы нам вот это... Тем более, что эти системы, вот эти порошковые, они уже, как бы, они в 2014-м их установили, 5 лет там. То есть по стандартам уже было? Уже, да, их срок тоже уже вышел. Нужно уже их менять или делать новые вот эти газовые. На сегодняшний день в архивном управлении Республики около 20 сотрудников. Однако наблюдается острая нехватка специалистов, особенно в области информационных технологий. По словам начальника архивного управления, молодые специалисты не хотят сюда идти из-за небольшого оклада. Но, несмотря на все сложности, сотрудники госархива продолжают работу по сохранению, а также восстановлению потерянных исторических документов. Алика Трапшраму Камкия, Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжания поздравил народного писателя Абхазии Алексея Гогу с днем рождения, которому сегодня исполнилось 92 года. Вы снискали большое уважение абхазского народа благодаря своей многолетней творческой деятельности, активной гражданской позиции, неустанному служению делу и защите его интересов. Будучи истинным патриотом, вы являлись председателем народного форума Айтгалара. В самые трудные времена для абхазского государства говорится в поздравительном адресе. Глава государства пожелал Алексею Гогу здоровья, долголетия и успехов в творческой деятельности. 15 марта отмечает и день рождения секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. С именинами Сергея Мироновича поздравил первый заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев. Он пожелал Сергею Шамба и его близким благополучия, мира, крепкого здоровья и долголетия. В Гагарском районе с 2020 года работает программа по замене кровли на различных объектах социальной инфраструктуры. За три года общая сумма по всем работам составила более 44 миллионов рублей. Средства были выделены из районного бюджета. Подробнее в репортаже Сарик Варасхелия. Замена кровли и ремонт фасада – важные этапы в обслуживании любого объекта, которые не только придают ему красоту, но и обеспечивают защиту от внешних воздействий. Процесс требует профессионализма и качественных материалов, чтобы результат был долговечным. По программе замены кровли с 2020 года были произведены работы в 10 объектах госучреждения. Из них три школы – Бзыбская вторая средняя школа, Питсунская первая школа и Гагарская средняя школа номер 4. Одна поликлиника, дом культуры в городе Питсунда, два садика по улицам Абазга и Адыга и спортзал в микрорайоне Аспа. Сейчас работы ведутся в доме 53-5 по улице Абазга на сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Общая площадь составляет 400 квадратных метров. У нас осенью была такая стихия, непогода. Ветер сорвал несколько крыш в районе Абазга. Вот там домов номер 51-1, 59-1, 63-й дом, 55-1. И экстренно были заменены, не заменены, а частичный ремонт сделан на сумму более полутора миллионов рублей. Тяжело выбирать между домами, всем нужно менять кровлю, но денег заложено пока 6 миллионов. В текущем году планируется заменить кровлю в ряде многоквартирных домов по этой же улице. Также по данной программе в двух домах по улице Ашхаруа в поселке Бзепта была заменена кровля на сумму 821 тысячи рублей. На 605 тысяч рублей произведен ремонт кровли дома по проспекту Ардзенба в Гагре. На замену кровли трем ветеранам Отечественной войны народа Абхазии была выделена материальная помощь в размере 380 тысяч рублей, а на ремонт кровли жилого дома в Серичи-Грыбш 250 тысяч. Сложности какие? На кровлях зачастую стоят баки для воды. И их приходится демонтировать, создаются трудности. На два-три дня у людей перестает быть вода, запас воды. Но переносим, перекладываем, делаем эту часть кровли, обратно ставим баки на место. В принципе все. И сложность еще с подъемом грузов, потому что лифты не выдерживают. И приходится иногда некоторые части поднимать вручную, веревками по фасаду. Собственно говоря, вот так вот. Так рук достаточно на местах? Рук достаточно на местах. Мы сразу 10 кровель не делаем. Начинаем одну, закончили, переходим на другую. В принципе, все идет по плану. И эти три кровли в мае месяц будут закончены однозначно. Общая сумма по всем этим работам составила более 44 миллионов рублей. Сария Кварасхеля, Тимур Кови, Абхазское телевидение. Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии принимает участие в 10-й выставке «Росэкспо Крым» и «Рестотель Маркет», которая проходит в эти дни в Крыму. На выставке представлено около 200 ведущих российских производителей продуктов питания, оборудований и сопутствующих товаров. В составе абхазской делегации предприниматели, уже зарекомендовавшие себя как на внутреннем, так и на российском рынках, а также начинающие производители. В рамках выставки запланирована встреча в ТПП Республики Крым с участием представителей бизнес-сообщества Крыма. Житель поселка Агудзера задержан за незаконное хранение наркотического средства в крупном размере деталей в оперативной съемке МВД. Жителю поселка Агудзера Барцец Иналу Иналовичу 1999 года рождения вменяется незаконное хранение наркотического средства. Запрещенное вещество гражданин Барцец приобрел и хранил без цели сбыта по месту проживания. При обследовании квартиры задержанного изъято наркотическое средство каннабис в крупном размере. Последний был задержан в результате реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска Гулырыбшского РУВД совместно со службой районного отдела госбезопасности. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 223 Уголовного кодекса Республики, в отношении Инала Барцец возбуждено уголовное дело. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Гулырыбшскому району. В настоящее время задержан отбывает 15 суток ареста в нарушении статьи 45 СКОАП Республики Абхазия, после чего будет отпущен под подписку о невыезде на период проведения следственных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела. Социальные сети облетела видеообращением Моники Гугохи. Девушка просит оказать помощь в сборе средств для мамы Цицианы Кишмария. Три месяца назад женщине поставили страшный диагноз – редкий тип рака молочной железы. На этом видео семья трогательно празднует день рождения мамы Цицианы Кишмария. Громко и радостно были счастливы все. Казалось, ничего не предвещало горя. Однако беда стучится в двери тогда, когда ее совсем не ждешь. Былое счастье рухнуло в один миг. Все началось с того, что дочь Цицианы, Моника Гугохи, заметила у матери уплотнение в области груди. И с этого момента жизнь семьи разделилась на до и после. На следующий день, конечно же, я забрала в Грузию. Так как, как и все, многие... Ну, я думала, что в Грузии медицина сильная. По факту оказалось, что все, наоборот, все печально. Я своими силами стала ее обследовать, перепроверять во многих клиниках. Везде все перепроверила. Морфологию также перепроверяла нам. Поставили диагноз аденокарцинома. То есть у нее очень редкая форма трешни-позитивный. Хейернию трешни-позитивный. Некормонозависимый рак аденокарцинома. Которая требует очень дорогое лечение. То есть таргетная терапия, необычная химия. Всего мгновения, несколько слов и под ногами пропасть. Диагноз онкология страшным ударом бьет не только по больному, но и его близким. Было очень тяжело, говорит Моника. Девушка связывалась с онкологами Москвы, Турции и везде. Диагноз матери подтверждался. Однако выявилось, что в Грузии было назначено неправильное лечение. Согласно диагностике врачей, уцицианной кишмаре рак неметастазированный. И при неправильном лечении распространение раковых клеток может быть максимально быстрым. Слава Богу, причина была в том, что мы начали лечение, да, но не до конца. То есть там буквально где-то только после одной капельницы и то не до конца довели. Почему? Потому что у мамы температура поднялась и нам отменили. Десять минут. В течение десяти минут только процедура длилась. И как раз на следующий день со мной онколог связался. То есть я была в режиме ожидания. На платной основе выходила к нему на связь. Я всегда мечтала к нему попасть после диагноза мамы, но к нему попасть очень нелегко. Онколог из Турции. Также онколог с Блохина. Также они то, что мне в Турции сказали, то же самое сказали онкологи с Блохина. То есть у меня есть все в документальной форме. О диагнозе матери первой узнала Моника. Девушке сложно до сих пор поверить в то, с чем они столкнулись. Моника старается собрать волю в кулак, найти силы на борьбу, стать для своей мамы поддержкой и надежной опорой. И найти слова, чтобы наконец рассказать о поставленном ей диагнозе. Девушка старалась скрыть о заболевании, не распространяясь об этом. Говорит, не хотела никого беспокоить. И даже скрыла диагноз от родного брата. Я от всех этого всегда скрывала. То есть я думала, я сама справлюсь. Я не тот человек, который просит у кого-то помощь. Нет, я думала, я сама справлюсь. Но я оказалась бессильна. Я много денег потратила в пустую. Я понимаю, что правильное лечение только в Турции, а у меня нет средств. Поэтому я вышла с обращением, с просьбой в помощь мамы. Тогда самая близкая, даже родная сестра мамы, самые-самые близкие люди узнали из-за дин до сбора. Но с помощью моей маленькой Абхазии, с помощью добрых людей я получила колоссальную поддержку. Вскоре Моника обратилась с просьбой о материальной помощи в соцсетях. Мне было сложно пойти на такой шаг. Но сейчас я могу сказать, что это было одним из самых правильных решений, признается девушка. Абхазия, по ее словам, дала такую мощную обратную связь, что ее вера в выздоровление мамы укрепилась в сотни раз. Мама с большой любовью за моим отцом ухаживает. А он 11 лет лежачий. Изначально, когда я шла на этот шаг, я думала, не получится. Нет. Но я не хотела жить с той мыслью, что из-за своей гордости я не пошла и не сделала этот шаг. Нет. Я весь мир бережком обойду, но я сделаю все для того, чтобы моя мама жила. Я обращалась за помощью в такие организации, как «Премиум». Хочу огромное спасибо им выразить за то, что они меня очень тепло приняли. Заявление мы оставили, мы на стадии рассмотрения. Также я обращалась к компанию «Акмофонд ЖСМ». Безумно им благодарна. Они нам помогли в сумме в размере 70 тысяч рублей. Сразу откликнулись. На следующий же день заявление одобрили. Также я обращалась к нашему премьер-министру. Тоже заявление приняли. То есть одобрано просто на стадии рассмотрения. То есть пока еще ждем звонка. Также к нашему депутату Тимуру Шергейле. За что ему бесконечно благодарна за его действия, за его поддержку, за его помощь. В Минздрав я обращалась. Вообще добрейшей души человек. Безумно благодарна. Он сказал, что они с Турцией не сотрудничают. Они не сотрудничают с Турцией вообще никак. Если вы будете рассматривать Россию, то он мне подсказал те действия, которые я должна совершить, для того, чтобы он смог оказать мне помощь. Помочь Цыцане Кишмаре отозвалась клиника в Стамбуле. Сначала ей проведут повторное обследование, а затем, по словам специалистов, понадобится операция. Стоимость лечения 1 миллион 457 тысяч рублей. На сегодняшний день собрано более 900 тысяч. Это история борьбы за жизнь, которая продолжается в настоящее время, призвана доказать, что любая болезнь, даже такая как рак, не является приговором. Каждый из нас может помочь Цыцане Кишмаре победить страшное заболевание. Посильную помощь можно оказать, перечислив средства, на счета, которые вы видите на своих экранах. Реквизиты также можно увидеть на личных страницах Моники Гугохи в социальных сетях. В следующем репортаже мы расскажем об основных результатах работы детского фонда ЮНИСЕФ в области ремонтно-технического оснащения образовательных учреждений Абхазии, осуществленных за последние годы. ЮНИСЕФ работает в нашей республике по четырем направлениям, реализуя проекты по улучшению здравоохранения, образования, развитию социальных услуг для детей и их семей, а также по улучшению санитарно-технических условий в школах. На сегодняшний день при поддержке ЮНИСЕФ идут ремонтные работы в одном из корпусов Сухумского государственного колледжа. Совсем скоро это здание превратится в центр инновационного образования. Территория уже очищена, половина окон установлена, сейчас идут отделочные работы. К концу весны планируется завершение работ. Вы видите проект центра инновационного образования, то есть то, как он будет выглядеть после ремонта. Непосредственно тот корпус, на который мы сейчас смотрим, это постройка 50-х годов, и мы со своей стороны тоже постарались сохранить эту красоту, этот объем, который существовал. Мы его очень кропотливо восстанавливаем, работаем с местными архитекторами, которые нам помогли разработать концепцию того, как это будет выглядеть. Мы ремонтируем полностью все три этажа, нам пришлось полностью убрать все старые перекрытия, потому что вы знаете, что сюда в свое время попал снаряд, и это здание на протяжении 30 лет находилось в застое, оно не использовалось, и сейчас внутри будут оборудованы кабинеты. У нас на третьем этаже будет три кабинета, лингвистический кабинет, будет кабинет со всем оборудованием, компьютерный класс и такой общий класс, который будет многопрофильного использования. На втором этаже у нас будет небольшая учительская и очень большой кабинет с лабораторией для преподавания точных естественных наук по современным методологиям, и на первом этаже мы оборудуем такой большой конференц-зал, потому что мы предполагаем, что помимо того, что физическое пространство будет создано, внутри будут проходить различные мероприятия многопрофильные. Здесь учителя смогут проходить курсы повышения квалификации, перегвалификации. Внутри центра будут расположены модельные кабинеты, то есть у педагога будет возможность преподавать, используя современное техническое оборудование. Здесь также будет большой упор сделан на учителей, будущих учителей, те люди, непосредственно, которые хотят стать учителем. Дело в том, что сегодня мир очень быстро меняется, и учителя тоже должны проходить различные курсы повышения квалификации, использования современных технологий, подходы, методологии. Большой упор будет сделан на преподавание гуманитарных и технических наук, естественных наук, и параллельно будет большая работа проведена по работе с языками, абхазским языком, в частности, мы большое внимание уделяем этому. Вначале учителя будут проходить курсы по повышению квалификации, а уже после обеда они могут непосредственно заниматься с учениками, которые будут, здесь будут организованы курсы, эти курсы будут бесплатные, доступные для всех учеников. Очень надеемся, что не только из Сухума, но и из других районов тоже в будущем будет возможность привлекать сюда учеников. Работы также ведутся по внутреннему оснащению двора. Это будет открытая площадка для детей и их родителей. Мы предполагаем, что одновременно здесь будут проходить различные мероприятия, и родители могут прийти, провести какое-то время тоже с детьми на территории. Мы хотим максимально сделать этот формат доступным для людей. В данный момент мы также работаем с группой молодых людей, которые проходят подготовку для того, чтобы в дальнейшем перенять управление этим центром, чтобы там был весь день, проходили различные мероприятия, комплексные, чтобы были мероприятия. И очень надеемся, что это действительно будет таким центром притяжения для всех, которые заинтересованы в развитии и улучшении применения современных методологий в систему образования в Абхазии. Этот объект – это часть Сухумского государственного колледжа. У нас достигнута договоренность при поддержке Министерства просвещения, то, что на протяжении пяти лет этот комплекс будет функционировать как непосредственно этот хаб, о котором мы говорим, центр такой инновационно-образовательный. А уже в дальнейшем мы надеемся, что он плавно перейдет в систему образования уже на форматах, которые будут в дальнейшем согласованы. При поддержке ЮНИСЕФ во всех районах Абхазии и в городе Сухум были отремонтированы, полностью оборудованы и оснащены материалами 8 педагогических образовательных центров для учителей и специалистов сферы образования. Каждый из центров оснащен современным техническим оборудованием, мебелью и всем необходимым для проведения тренингов, встреч и других мероприятий. Еще один языковой ресурсный центр был создан на базе Института педагогики. Здесь полностью отремонтирован кабинет, также он оснащен необходимой техникой. Центр работает уже около пяти лет. Благодаря поддержке ЮНИСЕФ специалисты имеют возможность работать над инновационной методикой. Цель и задача нашего института – это и разработка учебников, методических пособий. Естественно, один из аспектов таких активных работ института – это внедрение новых педагогических, инновационных подходов во всем, в системе, в частности, в обучение хазского языка. Вот в одной из наших бесед, лично от меня, это был запрос, просьба, чтобы нам отремонтировали одну комнату, чтобы здесь мы смогли приглашать людей и показывать, демонстрировать, и информировать учителей, чем мы, в принципе, занимаемся по всем этим вопросам. И чтобы была помощь в плане как его обеспечения материально-технической базы именно для этого отдела, инновационного отдела. С большой благодарностью хочу сказать, что руководство ЮНИСЕФ нас поддержало. Находится отдел именно, работает отдел инновации. В первую очередь, почему именно этот отдел инноваций, в первую очередь, очень много разговоров о сложности методики, скорее всего, о неэффективности традиционных подходов в изучении языка, абхазского языка. И вот мы здесь, наши сотрудники работают над инновационной методикой. Это вот центр по изучению языков, не только там абхазского языка, мы занимаемся еще разработкой русского языка в национальной школе. Вот все эти семинары, программы, все наши успехи, чем мы можем гордиться, как говорится, все они рождаются в недрах этого кабинета. Все это мы демонстрируем с помощью всей вот этой техники, которой мы сегодня пользуемся бесплатно абсолютно. И, как говорится, мы только под отчетным Министерством просвещения. Нам оказали помощь, мы им благодарны. А все уже зависит, это уже зона нашей ответственности, как мы пользуемся и что мы делаем. При поддержке ЮНИСЕФ в 2022 году в Гулрыбшской и Гечрибшской средних школах были открыты компьютерные классы, проведен полный капитальный ремонт, а также предоставлены стационарные компьютеры и необходимая техника для ведения информатики и использования современных технологий в образовательном процессе. Учебное пространство также было спроектировано и организовано с учетом современных стандартов и подходов к школьному и образовательному процессу. Важно отметить, что преподаватели и руководство школ по всей Абхазии также прошли курсы повышения квалификации по преподаванию методом, ориентированным на ученика. Это современная методика, доказавшая свою эффективность. Компьютерные классы могут использоваться не только учениками, но и педагогами для совершенствования их навыков, которые способствуют предоставлению качественного и современного образования детям. Также стоит отметить, что во время пандемии ЮНИСЕФ продолжал оказывать поддержку образовательным учреждениям Абхазии. Так, например, ЮНИСЕФ передал Министерству просвещения 150 ноутбуков для школ Абхазии. Конечно, мы понимаем, что только ремонтов и оснащения недостаточно для того, чтобы улучшить услуги для детей в каждой из этих сфер. То есть, вот важно понимать, что когда бы, и даже на практике мы это видим, что когда мы только делаем ремонт или только предоставляем оборудование, не всегда этого достаточно для того, чтобы на практике для людей что-то менялось. Поэтому мы всегда совмещаем это с повышением квалификации тех специалистов, которые в этих учреждениях работают. Неважно, если мы говорим об образовательной сфере, о медицинской сфере, о социальной сфере. Мы специально организовываем для них курсы повышения квалификации, потому что наша задача сделать так, чтобы этот компьютерный класс работал и не был заперт на ключ, и чтобы дети имели туда доступ, и учителя тоже понимали, зачем им и как они могут практически это использовать. В 2020 году в целях улучшения водоснабжения и санитарно-гигиенических условий в школах нашей страны стартовала новая программа, которую реализует ЮНИСЕФ. И, честно говоря, не ожидала, что школьные санузлы будут в столь удручающем состоянии. Но при поддержке ЮНИСЕФ ситуация изменилась. За это время в 47 школах было налажено водоснабжение и отремонтированы санузлы. Еще 14 школ по программе получили улучшение водоснабжения. В 2024 году планируется охватить еще 25 школ по всей Абхазии. Важно подчеркнуть, что программа получила хорошую поддержку от районных администраций. Она осуществляется в тесном взаимодействии с районными отделами образования. В рамках данного проекта также было разработано методологическое пособие для проведения классных часов на темы изменения климата и окружающей среды, здорового образа жизни, использования и обслуживания санитарно-технических объектов. Для мониторинга качества воды всем районным отделам СЭС была передана переносная мини-лаборатория для анализа воды. Программа продолжится до марта 2025 года. Планируется охватить 74 школы, что составляет половину от всех школ Абхазии. Благодаря ЮНИСЕФу в Ачимчирской средней школе номер 2, Сухумской средней школе номер 1 и Галской средней школе номер 1 были созданы и оснащены образовательные центры АЦАРА, где обучение осуществляется преподаванием на основе STEM-подхода. STEM – это интегрированный подход к обучению, объединяющий научную, техническую и инженерную составляющую в единый увлекательный учебный процесс. Целью создания STEM-лаборатории в учебных заведениях является обучение школьников применению полученных на уроках знаний на практике. ЮНИСЕФ также передал еще 10 школам по всей Абхазии лабораторное оснащение по физике, химии и биологии. Комплекты включили в себя инвентарь, необходимый для лабораторных исследований, наборы реактивов для проведения опытов по химии, микроскопы и комплекты для проведения лабораторных работ по физике. Преподаватели дисциплин естественно-математического цикла школ участниц проекта прошли обучающие семинары по методике преподавания предметов на основе STEM-подхода в течение 2021 и 2022 годов. Лаура Капш, Заур Гварджа, Абхазское телевидение. Блины по особым рецептам и с разнообразными начинками в Сухомском кулинарном колледже торжественно отметили масленицу. На какое же торжество без гостей? Встретить приход весны и подготовиться к великому посту пришел министр просвещения Инал Габлия. Педагоги и, конечно же, наша съемочная группа. Репортаж Ульяны Рожковой. Масленица – один из самых старых праздников славянских народов. Это гуляния длится целую неделю, которая предшествует началу Великого Поста. В этом году начало масленицы выпало на 11 марта. Студенты Сухомского кулинарного колледжа к этому празднику подготовились ответственно. С самого утра они занимались приготовлением разных видов блинов по особым рецептам и с разнообразными начинками. Участие в мероприятии приняли студенты первого и второго курсов. У нас задача не стояла сегодня, соревнования, кто лучше делает, кто плох. Мы хотели показать нашим студентам, что масленица – это не только русское блюдо, во многих странах, что это готовит. Вот даже здесь видно, где-то показали флажки, даже висят там Бельгия, Польша, Румыния, даже в Великобритании отмечают, там Латинская Америка, во многих странах отмечают. В том числе в Абхазии мы тоже делаем, и вот как европейская кухня, мы показываем, и мы включили в учебном плане блины, как делают у нас в Абхазии тоже. Там с муки делают, с пшеничной муки, с кукурузной муки делают. Мы это тоже постарались показать сегодня. Проведение таких мероприятий проходит ежегодно. Это отличный повод для студентов проявить себя, поработать в команде. Профессия повара в нашей стране с каждым годом становится все более востребованной. Сухомский кулинарный колледж гордится своими выпускниками, которые уже работают в престижных заведениях республики. Отведать угощения и побеседовать с педагогическим составом колледжа пришел министр просвещения Инна Алгаблия. Поэтому мы сейчас все это оценим, попробуем. И благодарю, конечно, наших педагогов, мастеров, кулинаров, кто занимается воспитанием наших специалистов. Они очень востребованы на рынке труда в Абхазии, особенно в курортный период. Поэтому я поддерживаю такие мероприятия, не только экзамены, но и такие праздники в течение учебного года, чтобы дети постоянно практиковали свои умения на деле. В кулинарной лаборатории царила атмосфера творчества и праздника. Юные повара продемонстрировали хорошие навыки и креативность. В завершении мероприятия все присутствующие могли попробовать приготовленные блюда. Особую оценку заслужили абхазские блины с медом и орехами. Ульяна Рожкова, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям гидрометцентра, в выходные дни 16-18 марта на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь, разной интенсивности, туман в горах, снег. Температура воздуха ночью 4,9, днем 6,11 градусов. Температура морской воды 11 градусов. На этом наши новости подошли к концу. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова